Приветствую, друзья. Вот пока я в формате коллективный разум, где вы мне пишите комменты под тем роликом, где девушка вся такая белая, желтоватая, теперь я добавил там голубизны, и теперь вы мне пишите комменты, и я её потом вам выставлю. Я вам очень благодарен, вообще я благодарен участникам нашей школы Человек будущего Homo Futurus, потому что мы научаемся в сотрудничестве создавать седевры, потом мы будем в сотрудничестве решать какие-то важные глобальные вопросы для человека и человечества. Сейчас я вам вот эту картину показываю, которая была однажды у нас, но мне показал, ну давайте скажем в формате коллективного разума, друг мой подсказал, как её-то завершить. Моего друга зовут Ренат, и он мне сказал, мы с ним ночью общались по интернету, и он мне говорит, вот здесь вот заверши, потому что нельзя, говорит, здесь, чтобы кормой в воде находилась, она же вверх, этот корабль стремится вверх. И я там поставил это красное пятно, и он говорит, вот как флаг получился, отлично, да? И самое главное, говорит, вот здесь, говорит, нос не цепляй прямо в холсту, надо как-то выделить. И я вот так вот раз провёл линию, и теперь действительно видно, что здорово, как стрела корабль. А наверху, говорит, что это у тебя? Я здесь сразу чиркнул и выделил, что это локатор, радар, да, радар, который вокруг корабля всё просматривает. Ну, теперь всё понятно, говорит, но очень хорошо, я, Ренат, очень благодарен. Друзья, я вообще очень благодарен моим друзьям, благодарен участникам нашей школы, потому что такие прекрасные люди. Кстати говоря, такие творческие, да, если вы посмотрите, какие они делают произведения, да, ну, давайте сделаем так. Я, конечно, знаю их произведения, самые разные, и стихи знаю, и картины знаю, и песни знаю, которые они пишут. Но они мне в личку пишут. Да, мы очень редко, ну, когда у нас проходят какие-то встречи, редко приглашаем, чтобы они читали, потому что иногда по времени, они же и в разных странах находятся, по времени совпадают. Ну, были, были, у нас там есть такие встречи, ролики, кто не подписан на YouTube-канал или Telegram, подпишитесь, потому что там не всегда одинаковые контенты стоят. Иногда где-то здесь интересно на YouTube, иногда где-то там в Telegram интереснее, подписывайтесь. И вот иногда мы там есть, там у нас и Светлана Беспалова, и там у нас Валерий Брышко, и там у нас, ну, вот у нас Боря Каневский, который постоянно сопровождает и помогает там и в Telegram, и в школе нашей «Человек будущего», «Хомофутурс», помогает, отвечает на вопросы. У нас очень много друзей, которые во всем мире, и все помогаем друг другу, и самое главное, мы создаем совместно науку человечности, а человек – это человек, который имеет, первое, разум, разум, второе – это сердце, естественно, а как можно без эмпатии, без сопереживания, без любви к ближнему, ну, то есть без уважения к людям, ну, как можно быть человеком? Самое главное – творческим изобретателем. Создавать то, чего раньше не было. Да, как говорил Тесла, самое главное – это воображение, воображение. Вы представляете себе, если вы возьмёте и придумаете себе что угодно, но то, чего никогда не было, да, вот это будет так интересно, нарисуйте это, спойте это, продекламируйте это хотя бы в одной строчке, да, это будет так интересно, это будет как вот такое маленькое приятное домашнее задание, такое микроскопическое что-то, сотворите, и сами потом восхититесь. Да, придумайте интересное, фантастическое, о чём вы раньше даже и не думали. Вот это очень интересно. Сам Велгарибян, например, который 2000 слов запоминал, он меня учил ещё давно, в 80-х, как это делается, он говорит, ты между словами, вот я, говорит, буду давать тебе слова, печка, потолок, картина, а ты, чтобы их запомнить, вот 2000 слов буду давать, а ты, чтобы их запомнить, и потом, чтобы ты мог, любое слово скажу, а ты скажешь, которое было раньше, которое было позже, они, говорят, сами выскочат в памяти. Для этого, говорит, ты должен эти слова связать между собой каким-то абсурдным, фантастическим способом. Я вот, когда услышал печка, потом пол, я вдруг представил себе, что печка упала на пол, с пола что-то выскочило, птица полетела, я вот так связал эти слова, и потом много-много получилось, что я связывал, но я сразу научился 200 слов. Моя дочка Шейла, мой Олен, сын тоже научились сразу, ну, сразу буквально, за 30 минут. Это очень интересно, там, правда, еще один алгоритм нужно знать, который я сейчас не могу вам сказать, времени нет. Так просто я хочу сказать, что я об этом Самвелу говорил, Самвел, ты обучаешь не памяти, дело в том, что он всех учил памяти, памяти, то есть он учил их говорить по-английски, как раз-таки связывая между собой слова таким особым образом, чтобы они легко запоминались. Я ему говорю, ты не памятью обучаешь, не памятью, а чему он говорит? Я говорю, ты обучаешь воображению, сообразительности. Он говорит, ну, я бизнесом занимаюсь, мне надо поэтому, говорит, говорить, что я память повышаю. Ну, хорошо, ради Бога, просто я тебе объяснил механизм. Ты обучаешь развитию воображения, этим самым ты улучшаешь память, этим самым ты улучшаешь любой процесс обучения. Поэтому твой метод можно не только для бизнеса, я ему сказал, не только для улучшения памяти, но и для всего. Просто надо правильно называть и правильно, в зависимости от прикладного назначения, прикладывать. Так вот, друзья, что такое воображение? Поэтому маленькое домашнее задание, если хотите, делайте, хотите, нет, ну попробуйте. Придумайте что-нибудь оригинальное. Ну, например, придумайте такое положение тела, хотя бы на 5 секунд, в котором вы никогда раньше не находились. Ну, ногу так поставьте, руку так поднимите, пальчик так сделайте, как никогда раньше не было. Буквально на 10 секунд. И вы посмотрите, что раньше потом будет. Это будет очень интересно, какое потом произойдет событие. Раз item 3. Все. Запустите. После занятий. Продолжение следует...